Hyundai Solaris, зритель-зритель, Hyundai Solaris. Оба двигателя проверены таксистами. И говорит, слушай, друг, поезди аккуратненько. Ну, зачем, не знаю, ну, бывает, что нужно. То есть никаких вот этих вот, ух, прям так чик, четко. Скучаю по таким временам, но что делать, прогресс не остановить. Hyundai Solaris производится в Санкт-Петербурге. И представлен он в четырех комплектациях. Active, Active Plus, Comfort и Elegance. И для комплектации Comfort и Elegance у нас есть дополнительные пакеты. Для комплектации Comfort у нас с вами четыре пакета. Это пакет Winter, пакет Advanced, пакет Safety и пакет Light. Для комплектации Elegance у нас с вами два пакета. Первый пакет Safety и второй пакет Prestige. У нас сегодня на обзоре комплектация Comfort с пакетом Light. Вот так выглядит оптика на Hyundai Solaris. Но эта оптика, которая представлена на нашем автомобиле, как передняя, так и задняя, это прерогатива комплектации Elegance. Или вот комплектации Comfort с пакетом Light. Вообще на Hyundai Solaris два типа оптики. То есть эти передние оптики работают по рефлекторному типу. То есть свет, отраженный от зеркал, попадает на дорогу. Вот. Но отличительная особенность, что первый тип фар, это лампочки у нас галогеновые. Второй тип фар, это лампочки светодиодные. Преимущество светодиодов по сравнению с галогеном в том, что они значительно дольше служат, нежели лампочки галогеновые. То есть прям в разы. Галогеновые тут увеличены их 40 службы, это порядка полутора тысяч часов. А светодиодные, я точно цифру не помню, несколько десятков тысяч. Ну и плюс светодиоды, их свет максимально приближен к дневному свету, следовательно в ночное время ваши глаза не будут уставать. Еще отличительная особенность первого типа фара от второго в том, что в первом типе фар нет светодиодных дневных ходовых огней. То есть в нашем типе фар есть светодиодные дневные ходовые огни. Плюс наш тип фар умеет заглядывать в поворот. То есть у нас здесь снизу есть лампочка, и когда вы крутите колесом влево или вправо, эта лампочка загорается и освещает поворот. Ну, чтобы было видно, что за углом. Лампочки в передних противотуманных фарах галогеновые, и они также идут, начиная с комплектации Elegance или вместе с пакетом Light для комплектации Comfort. Задняя оптика, она также отличается. Задние светодиодные фары, они могут отличаться только в пакете Elegance с пакетом Safety. То есть они становятся светодиодные, плюс у нас светодиодным становится задняя противотуманная фара. Неважно, какой у вас будет тип фар, угол наклона регулируется механическим способом. Подкапотное пространство. Первое, на что хотел обратить внимание, на наличие шумоизоляции. Это раз. Плюс газовый упор вы можете установить в отделе доп. оборудования. Вот, то есть тут у нас газовых упоров нет, то есть вы должны физическим способом поднять и следовательно поставить эту вот ножку. Но если хотите, в отделе доп. оборудования установите, у вас будет два газовых упора, которые будут сами поднимать капот. Удобно, хорошо, прогрессивно. Под капотом у нас с вами может быть один из двух типов двигателя. Оба двигателя классически атмосферные, оба двигателя рядная четверка, оба двигателя проверены таксистами. Потому что эти два двигателя, они максимально надежны. Вот, давайте о них поговорим. Первый двигатель 1.4, рядная четверка, 100 лошадиных сил. 132 Нм крутящего момента доступны при 4000 оборотах. Данный двигатель может идти как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Разгон от нуля до 100 км в час с механической коробкой передач 12,2 секунды, с автоматической коробкой передач 12,9 секунд. Расход в смешанном цикле на механической коробке передач 5,7 литров, на автоматической коробке передач 6,4 литра. Максимальная скорость на механической коробке передач это 185 км в час. Максимальная скорость с автоматической коробкой передач 183 км в час. С механической коробкой передач автомобиль доступен в комплектации Active. С автоматической коробкой передач он доступен в комплектации Active Plus и Comfort. Второй тип двигателя это 1.6. Также рядная четверка, 123 лошадиные силы, 150 Нм крутящего момента, доступны при 4850 оборотах. Данный двигатель также идет как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Разгон от 0 до 100 км в час с механической коробкой передач это 10,3 секунды, с автоматической коробкой передач 11,2 секунды. Расход в смешанном цикле с механической коробкой это 6,3 литра, с автоматической коробкой 6,6 литров. Максимальная скорость с механической коробкой передач 193 км в час, максимальная скорость с автоматической коробкой передач 192 км в час. Как с механической, так и с автоматической коробкой передач данный автомобиль доступен в комплектации Active Plus, Comfort и Elegance. Всю мощность двигателя на колеса позволяет передать или шестиступенчатая механическая коробка передач, или шестиступенчатая автоматическая коробка передач, то есть классический гидротрансформатор. Ну, преимущество шестиступеней то, что у нас, следовательно, малый расход топлива у автомобиля, потому что мы не позволяем двигателю раскрутиться до высоких оборотов. Следовательно, это здорово. По надежности. Классический гидротрансформатор разработки компании Hyundai, и коробка такая же надежная, как и двигатель. То есть были примеры, когда к нам привозили автомобили, полмиллиона жесткой эксплуатации в стиле такси данная коробка проходила без капитального ремонта. Привод у нас во всех комплектациях передний, то есть все крутящие моменты переходят только на передние колеса. Габариты Hyundai Solaris. Длина автомобиля 4 метра 40 сантиметров, ширина автомобиля 1 метр 72 сантиметра, высота автомобиля 1 метр 46 сантиметров, колесная база 2 метра 60 сантиметров, дорожный просвет 160 миллиметров. Гарантия на Hyundai Solaris составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега, что наступит раньше. Но вы должны понимать, что гарантия, например, на такие элементы, как диски или на барабаны или на газоразрядные лампы составляет 12 месяцев или 20 тысяч километров пробега, тоже что наступит раньше. Так что на все узлы и агрегаты есть своя гарантия. Техническое обслуживание, ТО, вам нужно проходить раз в год или раз 15 тысяч километров пробега, что наступит раньше. Перепробег может составлять 1 месяц или 1000 километров. Вот если больше, то у вас могут снять гарантии. Если там, например, перепробег у вас будет в 2000 километров, вы приедете спустя не 12 месяцев, а, например, 14 или 15 месяцев. Вот. Так что имейте это в виду. Нулевой ТО нужно пройти спустя месяц или спустя 1000 километров после покупки. Нулевой ТО совершенно бесплатно. И также первые тысячи километров и первый этот месяц вам нужно пройти обкатку. То есть не завышать обороты двигателя выше 4500 оборотов и стараться использовать тормозную систему в щадящем режиме. То есть стараться плавно разгоняться и плавно тормозить. Гарантия на лакокрасочное покрытие составляет также 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Также на все автомобили Solaris действует поддержка на дороге. Она действует на протяжении первого года эксплуатации вашего автомобиля, и она совершенно бесплатна. В рамках данной поддержки на дорогах, чтобы не случилось с вашим автомобилем, вы можете позвонить на горячую линию, и вас проконсультирует эксперт по телефону. Если экспертной консультации вам недостаточно, то к вам на место выйдет специалист, который постарается решить проблему на месте. Например, не открывается автомобиль, не можете запустить автомобиль, проткнули колесо, закончилось топливо. Вы вызываете эксперта, и он решает эти проблемы на месте. Но, правда, вы должны понимать, топливо он вам подвозит бесплатно, а вот за само топливо в размере 10 литров вы платите отдельно. Стоимость топлива, она определяется согласно тому региону, в котором вы попадете в сложную ситуацию. Плюс по резине вам ее не чинят на месте, вам ее переставляют. То есть ваше запасное колесо устанавливают на место пробитого колеса, а пробитое колесо убирают в багажное отделение. Но только что вы понимали, да, тут нет ремонта. А дальше вы уже доезжаете до сервис-центра, и там вам ремонтируют, или вы покупаете новое колесо. Тут уже вы решаете сами. Если проблему нельзя решить на месте, то вам вызывает эвакуатор и довозит вас до ближайшего дилерского центра. Данная программа действует на дистанции в 100 километров от ближайшего дилерского центра. Если же ваша дистанция, ваше расстояние от ближайшего дилерского центра больше, то эти первые 100 километров вы не оплачиваете, а все последующий километраж оплачиваете. Сколько, опять же, эта цифра рассчитывается в зависимости от того региона, где произошла поломка. Во всех комплектациях без пакетов колеса у нас будут 15-го диаметра. До комплектации Elegance колеса у нас, диски точнее, у нас будут штампованные. И вот такие вот будут поверх колпаки. Покрышки у нас 185, 65, R15. Если вы берете пакет Safety с комплектации Elegance, то колеса будут у вас 16-го диаметра, 195, 55, R16. И вместе с данными колесами у вас появляется полноразмерное запасное колесо. То есть до данного пакета все запасные колеса, то есть во всех комплектациях наше запасное колесо, малоразмерное. Неважно, какого диаметра будут ваши колеса, они всегда будут оснащены системой контроля давления в шинах. Система контроля давления в шинах определяет, спущены колеса или нет. И если одно из колес спущено, то вам придет на приборную панель информация о том, чтобы обратить внимание, одно из колес спущено. Не какое-то конкретное, а вот именно одно из. Почему? Потому что здесь у нас не датчики внутри дисков, а данная система работает за счет ABS, то есть за счет вращения колеса. И это здорово, потому что вы можете легко установить колеса как зимние, так и летние, и в принципе любого диаметра, ну, в рамках разумного, не устанавливая на них дополнительные датчики. Так что, как по мне, эта система значительно более интересная. Тормозная система. Передняя у нас диски, а задняя барабаны. И барабаны для всех комплектаций, но только для комплектации Elegance с пакетом Safety у нас сзади появляются тормозные диски. Передняя подвеска у нас независимая, пружинная, по типу MacPherson, а задняя подвеска у нас полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и также со стабилизатором поперечной устойчивости. Передние колесные арки изнутри у нас пластиковые, а задние колесные арки изнутри у нас покрыты прессованным войлоком. Он нужен для того, чтобы улучшить шумоизоляцию внутри вашего автомобиля и не пропускать шум от дороги в салон. На выбор у вас один из восьми вариантов расцветки. Первый белый совершенно бесплатный, остальные цвета металлик или перламутр с дополнительную плату в 10 тысяч рублей. Плюс у нас есть пластиковая защита картера двигателя, но если хотите, так же в отделе оборудования можете доустановить металлическую защиту картера двигателя. С точки зрения визуальных отличий, если мы возьмем комплектацию Comfort, то у нас с вами появляется уникальный дизайн решетки радиатора. Ну, такой вот он красивый, уникальный, необычный. Начиная с комплектации Elegance у нас появляется хромированная отделка под оконной линии и решетки радиатора. Ну, то есть хром значит Elegance, чтобы легко можно было отличить. Днище у нас имеет антикоррозийное покрытие. Начиная с комплектации Active Plus у вас будет вот таких вот два ключа. То есть один вот такой механический и второй вот с возможностью, дистанционным способом открыть, закрыть свой автомобиль. И вот такой вот выкидной ключ. А в комплектации Active у вас будет вот таких вот два ключа. Плюс, когда вы закрываете свой автомобиль, активируется сигнализация. То есть в комплектации Active у вас, следовательно, не будет сигнализации, не будет возможности дистанционным способом открыть свой автомобиль. Вот это раз. Далее. Начиная с комплектации Elegance, с пакетом Prestige, у вас будет дополнительная кнопка, которая позволит дистанционным способом запустить свой автомобиль. То есть вы его можете запускать в радиусе действия ключа. То есть если ключ может открыть автомобиль, то, следовательно, с этой же дистанции вы можете и запустить свой автомобиль. С заведенным автомобиль стоит порядка 15 минут, дальше он выключается. Также вместе с пакетом Prestige для комплектации Elegance у вас будет бесключевое открытие автомобиля. То есть вы подходите к автомобилю, ключ у вас в кармане или в сумке. То есть вот здесь у вас будет дополнительная кнопочка, нажав на которую вы сможете открыть или закрыть свой автомобиль И плюс, также в комплектации Prestige у вас будет хромированная накладка Но не важно какой у вас будет ключ, не важно какая у вас будет комплектация У вас всегда будет система MobiKey То есть на данный момент система MobiKey позволяет вам видеть ваш пробег Видеть заряд аккумулятора, видеть где ваш автомобиль находится, где он ездил И самое приятное, с какой интенсивностью То есть если, например, вы даете автомобиль другу и говорите, слушай, друг, поезди аккуратненько Так вот, благодаря этой системе MobiKey вы поймете, действительно ездил он аккуратненько или нет Ну или даете кому-то, кому захотите свой автомобиль и узнаете, где он стоял, какой у него маршрут, ну и так далее, и так далее Так что это все доступно, начиная с базового оснащения Active И вот такое решение, оно нужно не только для частного пользования, но также это классно будет для транспортных компаний Чтобы видеть, что с их автомобилями происходит, с какой интенсивностью передвигаются водители и какой расход топлива Ну, потому что логично, если автомобиль едет с такой-то скоростью, с такой-то интенсивностью, то вы сразу можете это все видеть по запасу топлива В будущем планируют расширить возможности данного приложения, но опять же, это пока в будущем, поговорим о сегодняшнем Зеркала у нас, начиная с комплектации Active Plus, имеют электропривод и обогрев зеркал То есть комплектация Active, зеркала у нас не имеют электрического управления Вот так они у нас складываются ручным способом И плюс пакетом Safety у вас появляются повторители поворотников на зеркалах Несмотря на то, что пороги у нас с вами защищены оцинковкой В любом случае рекомендую, с учетом того, что это широкий порог Рекомендую в отделе топ-оборудования его защитить или бронепленкой, или дополнительными накладками Но в любом случае это лучше сделать сразу в момент покупки, потому что иначе могут легко это все оббить Ну, потому что, видите, в любом случае выходишь, немного ногой будешь цеплять Так что подумайте, чтобы сразу в отделе топ-оборудования защитить эти пороги Верхняя часть выполнена из-за твердых пород пластика Он такой вот прям, единый, прочный, не скрипучий износостойкий Пластиковые такие глянцевые накладки, это оснащение для всех комплектаций То есть во всех комплектациях у нас они вот именно такие Перчаточный ящик у нас резкий и дерзкий Открыли, и он открылся Никаких медленных процессов по открытию Значит, изнутри он такой же пластиковый, как и снаружи Правда, здесь более, менее грубый пластик Такой он более приятный на ощупь Здесь держатель для карточек И также сюда вы можете легко положить листок форматом А4 Вот, правда, когда вы его сюда кладете, по ширине все здорово, все замечательно А вот по высоте он немножечко задевает Ну, в любом случае, ничего страшного, протолкнули вперед и все будет хорошо и замечательно Подсветки в перчаточном ящике нет Еще мне нравится, что пластиком покрыта вот эта вот часть потолка Это здорово, потому что если вдруг люди, выходящие из вашего автомобиля и садящиеся в ваш автомобиль Будут держаться за эту стойку, они никогда не оставят на нем следов А если оставят, вы легко сможете эти следы устранить Говоря о ткани, дверная карта у нас полностью пластиковая Но тканевая накладка у нас идет, начиная с комплектации Active Plus То есть комплектация Active здесь будет просто пластик А вот такой подлокотник из мягкого, в меру мягкого пластика идет у нас во всех комплектациях С комплектацией Comfort у нас вот здесь появляются два дополнительных динамика Но, следовательно, до комплектации Comfort вот тут динамиков не будет Сидения у нас во всех комплектациях именно такие По регулировкам они имеют четыре регулировки То есть мы можем сдвигаться вперед-назад И спинка за счет рычажка может наклоняться и подниматься Ну, когда мы наклоняем спинку, она наклоняется прям до самой подушки сидения второго ряда Это здорово И в этом положении расстояние над головой у меня три пальца Ну, прям впритык три пальца, но все-таки три пальца есть Габарит пассажирского сидения Ширина 50 сантиметров Глубина также 50 сантиметров Итак, если я сдвигаюсь максимально влево, то сюда встает практически целая ладонь То есть четыре пальца Боковая поддержка у нас здесь присутствует Но это боковая поддержка, которая будет вас поддерживать Она не будет вас сдавливать и не будет вас удерживать Ну, поддерживать, да, но не сдавливать Боковая поддержка у спинки, она более развитая Но, опять же, не настолько, чтобы вас сдавливать и удерживать Если вдруг водитель захочет заходить прям в суровые такие повороты Для комфортного размещения очень хорошо но если вдруг водитель захочется ходить прям супер крутые повороты то лучше конечно будет держаться за ручку которая у нас доступна для всех пассажиров по высоте как видите сидение достаточно высокие вот я практически на одном уровне нахожусь с ним мне нравится подголовник то есть подголовник он находится на своем месте ну хотелось бы конечно чтобы был повыше но с другой стороны здесь не особо при много места над головой так что оптимальное положение этого подголовника еще мне очень нравится здесь подушку объясню почему потому что смотрите сажусь только я обычно сижу во всех автомобилях то есть несмотря на то что здесь нас нет никаких дополнительных регулировок нога вот здесь как видите она вообще не провисает расстояние от подушки до колена у меня получается 33 4 пальца то есть они вроде бы коротенькие но опять же подъем вот это позволяет чувствовать себя в сиденьях очень и очень комфортно можно ли здесь и длинноногим людям можно потому что смотрите отодвигаюсь максимально назад и не достаю ногами до пола между ногой вы можете вставить еще целую ногу то есть ноги у нас очень хорошо стоят если вы поставите ногу на колесную арку который немного попадает салон то между ногой можно вставить аж целых две ноги то есть по постановке ног прямо хорошо плюс нога 46 размера сюда встает достаточно хорошо то есть когда будете тормозить точнее водитель будет тормозить ноги у пассажира не уйдут вперед здорово что если поднимаем мазки то ни за что там не цепляю это прям здорово и хорошо если ноги подвигаю к себе то здесь встречаю небольшой бордюрчик на котором нас располагается вин номер но никакого дискомфорта это не вызывает колесная база два метра шестьдесят сантиметров и вот именно колесная база это очень важный показатель для внутреннего пространства салон тоже как раз мы между колесной базой сидим особенно это актуально на седанах и так открываем дверь дверь сразу хотел обратить внимание несмотря на то что у нас стекла опущена когда стекла опущены ну как бы ухудшается немного вот ощущение от двери так вот здесь дверь несмотря то что стекла опущены прям вот чувствуется что она плотно плотно и легко закрывается то есть никаких вот жестких хлопков от ваших пассажиров вы не будете слышать потому что но зачем хлопать если можно не хлопать и так открываем дверь посадка самим за собой значит первый момент за колес на арку я не цепляю немного цепляю за дверь расстояние от колесной арки до двери тут получается два кулака и так еще раз открываем двери раз-два мне очень нравится что я сразу проваливаюсь в сиденье то есть так они сделали что вот когда вы садитесь сразу провалитесь сиденья ну конечно немного задеваю головой вот принципе логично и мне нравится как захлопываются двери прям так чик четко расстояние с самим собой у меня получается наверное один на то и два пальца но если нужно я могу это расстояние увеличить аж на целый кулак потому что легко могу воздействовать на спинку сиденья как водители так пассажиры для того чтобы увеличить пространство самим за собой но мне очень нравится пространство для ног внизу именно в нижней части потому что сиденье у нас не регулируется по высоте то есть сейчас они находятся в одном стационарном положении и легко могу протолкнуть ноги вперед это действительно круто между ногу и может войти еще целая нога но что мне особо нравится то что если вы сдвигаете сиденье максимально вперед то вы можете прям ноги целиком вытягивать потому что под ногами у нас с вами много пространства дефлектора потому что находится у нас на это как раз точки на который выявит вин номер то есть достаточно далеко находится дефлектора для ног этот максимально вытянутые ноги вперед и тогда сидите очень даже комфортно то есть нога уже здесь провисать совсем не будет но единство должны видеть что здесь у нас есть небольшой вот такой бордюрчик следовательно ноги стоят на нем опять же это удобно потому что вы ну точнее пассажиры второго ряда будут в этот бордюр упираться и здесь у нас во всех комплектациях есть кармашек который располагается на пассажирской двери на водительской двери кармашком нет и так ширина сидений также расстояние между подлокотниками в дверях сто двадцать шесть сантиметров глубина сидения вот если рассмотреть прям посадочное место 45 сантиметров до подушечки и до спинки у нас получается 48 сантиметров по подушке как видите она тоже подняты вверх как и передняя подушка для водителя и пассажира си не достаточно длинные то есть расстояние от подушки до колена у меня получается 223 пальца вот хотя по длине они вроде бы даже короче чем сидение передние пассажиров и водителя вот но если бы ноги были выданы вперед нога вот здесь не провисала сейчас сюда встает два то и три пальца есть расстояние здесь очень много по комфорт она мягенькая то есть когда в нее садитесь прям хорошо она как будто вас окутывает это прям приятно спинка имеет я бы сказал так имитацию боковой поддержки то есть сидеть удобно хорошо справа у нас подлокотник такой же по своим тактильным ощущениям как подлокотник для водителя и пассажиров здесь я скажу что да он достаточно мягенький то есть не жесткий но и не прям чтобы мягкий приятно что есть этот наличие ткани в дверях потому что она как раз создает приятное ощущение то что если блок оттерся постоянно пластик это было бы не так комфортно слева как видите у нас никаких комплектациях нет подлокотника то есть рука у вас всегда будет провисать вот такой вот нюанс и особенность если нужно вы вот эти замки можете убрать они конечно не так легко вот убираться но в плане если нужно только говорится а можно да вот такой скрыть между сидением потому что специально отведенное место есть только для одного замка но вот расстояние над головой здесь я практически не имею то есть когда я сижу вот так то расстояние есть примерно в один палец но если пытаюсь голову откинуть назад тут тоже встречаю препятствие видя вот этого потому что нас такой купеобразный автомобиль можно сказать потому что пока ты максимально крыши то здесь как видите я уже упираюсь на головой но и следовательно говорить о том насколько комфортен подголовник я не могу но если бы я сидел вот так то в принципе очень даже и хорошо и так что из для пассажиров 2 ряда ну как я говорил у нас есть ручки для того чтобы держаться у нас есть лампочка галогеновая приятная желтенькая такая атмосферная то есть никакого холодного светодиода в салоне у нас все вот как нужно атмосфер ненько далее в комплектации elegance у вас будет два разъема для подсорядки гаджетов то есть два юсб разъемы и также данная опция доступна с пакетом advanced для комплектации комфорт для комплектации elegance пакетом престиж доступен подогрев сидений второго ряда можно здесь втроем да можно во первых у нас три у меня безопасности и может быть три подголовника то есть как видите в нашей комплектации только два подголовника третий подголовника это при готове комплектации elegance или пакета safety для комплектации комфорт но несмотря на то что есть или нет у нас очень удобный способ передвижения слева направо потому что у нас практически отсутствует тоннель то есть он ну его можно сказать нет вот ну и следовательно вы легко можете перебираться слева направо и также ставить на него ноги но если правда ваши ноги наверно размера 35 вот а так поставьте ноги к своим соседевцам и будет вам комфорт и уют начиная с комплектации актив плюс задние стекла у нас оборудуются электростеклоподъемниками то есть нажав на кнопку вы опускаете стекло или поднимаете стекло да то есть авторежим здесь нет ими нажали на кнопку удерживаете стекло опускается когда стекло опущено нас с вами появляется пространство через которое вы сможете взаимодействовать с ветром выставив руку единственно что как видите даже при своем росте 90 мне приходится руку задирать потому что у нас вот достаточно высокие двери для того чтобы обеспечить максимальную безопасность пассажира и водителя верхняя часть у нас здесь такая же жесткая как и верхняя часть для водителя пассажира так что жесткое равноправие для установки детских кресел системой суффикс на втором ряду сидений есть специальные фиксаторы также для пассажиров 2 ряда могут быть дополнительные подушки которые будут открываться на стекла но это идет вместе с пакетом safety для комплектации комфорт и для комплектации elegance то есть без этих двух пакетов во всех комплектациях только две подушки безопасности а вместе с пакетом safety у вас получается аж целых шесть подушек безопасности то есть две фронтальные две боковые которые будут встроены в передние сиденья и шторки которые открываются на передние на задние стекла с левой и с правой стороны hyundai solaris зритель и зритель hyundai solaris это его задняя часть комплектации elegance у нас с вами появляется задние парктроники также один парктроники могут идти в нашей комплектации комфорт с пакетом advance вот это два также у нас доступна камера заднего вида для комплектации elegance с пакетом safety или с пакетом prestige снизу нас располагаются выхлопная однопоточная система то есть выхлопная труба плюс также снизу нас располагается крюк за который мы можем зацепить буксировочный трус и что-то тянуть что-то буксировать в принципе все в остальном задняя часть она ничем более не отличается очень здорово что номера у вас располагается на крышке багажника и бесключим способом начиная с комплекта актив плюс вы сможете открыть крышку багажника для того чтобы поднять и показать номерам небо здорово думаю да потому что у других автомобилей обычно это располагается где-нибудь там а вот тут раз и подняли номера и никто кроме вас и небо их не видит ну зачем не знаю но бывает что нужно погрузочная высота у нас с вами 75 сантиметров то есть расстояние от пола вот до сюда далее вы погружаете что-то в багажник больших габаритов и габаритах мы поговорим чуть позже что у нас здесь есть ну во-первых коврик который вы можете приобрести в отделе дуб оборудования прям то что нужно коврик под размер с бортиками прям отлично плюс у нас с вами здесь есть подсветка с левой стороны у нас располагается специальная зона куда например можете поставить огнетушитель потому что он там прям хорошо закрепится под фальшпол нас располагается малоразмерное запасное колесо и комплект инструментов сидение во всех комплектациях складываются нас в пропорции 40 на 60 и когда сидение сложено у нас здесь с вами образуется вот такой вот бордюрчик габариты багажного отделения hyundai solaris объем багажного отделения 480 литров ширина дверного проема 110 сантиметров по диагонали 105 сантиметров высота 43 сантиметра ширина в зоне до колесных арок 144 сантиметра ширина в зоне колесных арок 107 сантиметров глубина багажного отделения 95 сантиметров по диагонали багажное отделение 140 сантиметров расстояние от пола потолка 56 сантиметров габариты перегородки 42 сантиметр высота 98 ширина по диагонали также 98 сантиметров расстояние от крышки багажника до сложной спинки сидения второго ряда 163 сантиметра расстояние от крышки багажника до центрального подлокотника 180 сантиметров по диагонали 210 сантиметров когда вы садитесь внутрь автомобиля первое на что обращаете внимание это на то что вот эта центральная часть повернута к вам то есть вы теперь главный на то было раньше всем равноправие здесь теперь она немножечко повернута к вам и сразу лучше видеть лучше управлять лучше себя чувствовать внутри своего автомобиля но это прям действительно хорошо сиденье водителя отличается от пассажирского сиденья в том что у нее добавляются дополнительные регулировки первая регулировка поясничного отдела то есть электрические способы вы можете надуть подушку и сдуть подушку для того чтобы найти себе оптимальное положение за рулем да но чтобы поясница на дальних дистанциях не уставала это раз плюс у нас есть опять же повторю во всех комплектациях возможность регулировать по высоте сидения водителя когда нахожусь самом нижнем положении расстояние над головой у меня ну практически целый кулак то есть четыре пальца рост у меня 190 если я поднимаюсь максимально вверх то практически упираюсь головой в потолок следовательно ход здесь в четыре пальца это хорошо за рулем я особо ощущаю насколько комфортные данные сиденья то есть действительно хорошее сиденье мне нравится но если конечно не узковат и хотел бы чтобы они были наверное пошире но машина сама по себе не особо широкой чтобы быть и сидением широкими вот подголовник как он поднят максимально верхнее положение ну то есть рост 190 прям по пределу если выше но в принципе тоже можно подвигаясь максимально назад нога вытягивается и причем правая нога вытягивается целиком то есть я прям мыском нажимаем на педаль окселератор на педаль газа вот так что до рост 192 метра здесь сможет достаточно комфортно разместить сны как видите когда я тут максимально назад ноги здесь вообще не провисает стекло водителя ромами у нас имеет также начиная с актив плюс авто режим то есть 1 раз нажали на кнопку стекло поднимается один раз нажали на кнопку стекло опускается и здорово что когда она поднимается и встречает препятствия она опускается ну то есть понимает что может произойти зажим и она опускается вниз. Вот такая вот умная штучка. Руль, давайте поговорим о том, в чем он един во всех комплектациях. Первый, он имеет возможность во всех комплектациях регулироваться по углу наклона. Это раз. Во всех комплектациях у нас с вами вот такой трехспицевый руль, можно сказать, спортивный трехспицевый руль. Во всех комплектациях руль у нас с электроусилителем, то есть мы можем крутить одним пальцем. Ну, а когда наш автомобиль разгоняется, то он становится таким более жестким. По количеству оборотов. Раз. Два. Ну, практически три оборота. Начиная с комплектации Active Plus у нас с вами появляется возможность управлять мультимедийной системой и музыкой на руле. То есть у нас здесь появляются кнопки для управления мультимедийной системой. Далее, начиная с комплектации Comfort появляется вот все то, что здесь вы видите. Во-первых, у нас появляется кожаная оплетка руля. Это раз. Второе. У нас появляются кнопки для управления круиз-контролем, потому что, начиная с комплектации Comfort у нас появляется круиз-контроль. Далее. У нас появляются кнопки, которые позволяют ответить на звонок, ну, или, следовательно, положить трубку во время разговора. Это три. И четвертое. В комплектации Comfort у нас появляется возможность регулировать руль не только по углу наклона, но так же и по вылету. Вот. Так что вот такой вот многофункциональный руль у нас появляется только, начиная с комплектации Comfort. И вот, когда он регулируется по вылету, прям посадка очень и очень комфортная. Приборная панель у нас в первых двух комплектациях без вот такого цветного экранчика. А вот, начиная с комплектации Comfort, ну, следовательно, в Elegance у нас вот центральный экран цветной. 4,2 дюйма SuperVision. То есть в рамках данного экрана вы можете видеть всю необходимую и даже сверхнеобходимую информацию. То есть то у вас открыты двери, открыт капот, открыта крышка багажника и выводить перед своими глазами всю самую необходимую информацию. Все это выводится в цветном варианте. Да, то есть никакого монохрома, все в цвете, все интересно, все красиво. Ну, а так стрелки, то есть колодцы, которые отвечают за тахометр и спидометр у нас классические обычные аналоговые. Это действительно хорошо. Подсветка, кстати, мне нравится. Беленькая такая, понятная и яркая. Слева у нас блок, который управляет множеством функций. Первое, это возможность регулировать угол наклона фар. Дальше. Эта кнопка отвечает за регулировку яркости экрана. То есть мы можем сделать максимально яркий экран или наоборот максимально темный. И это кнопка включения и выключения системы ESP. Комфорт размещения, как вы уже поняли, если у вас руль регулируется по вылету, то сесть за рулем значительно будет комфортнее. Слева у нас мягкий, относительно мягкий подлокотник. Значит, здесь у нас блок управления стеклами, здесь у нас блок управления зеркалами, да. То есть, опять же, это не во всех комплектациях, но здорово, что все под рукой. Еще мне нравится, что вот я когда задвинут максимально назад, но так как мне комфортно, рука у меня здесь не провисает. Потому что бывает так, что левые подлокотники, они достаточно коротенькие. И когда вот садишься комфортно, левая рука провисает. Тут такого нет. Наверх руку можно положить, но тут не очень комфортно, когда открытое стекло, поскольку рука здесь сваливается. Вот. Так что, если и будете ездить, то только когда открыто стекло. С правой стороны вот здесь у нас может быть подлокотник, потому что, честно говоря, его прям очень не хватает. Я вот люблю ездить вот так, чтобы рука лежала на подлокотнике. Так вот, начиная с комплектации Elegance или в нашей комплектации Comfort вместе с пакетом Advance будет у вас подлокотник. Подлокотник непростой, подлокотник, который еще выдвигается, да, для того, чтобы действительно можно было комфортно разместиться за рулем. И самое важное, что этот подлокотник будет на одном уровне с левым подлокотником, чтобы вас не перекашивал. Поговорим о том, что у нас есть в центральной части. Ну, с учетом, что у нас здесь нет подлокотника, у нас здесь есть подстаканник, куда вы можете что-то поставить, находясь на втором ряду сидений. Ну, и, в принципе, на первом ряду тоже можете. Дальше еще два подстаканника. Подстаканники без фиксаторов. Следовательно, ваша жидкость может ускакать, но я думаю, она не будет это делать, потому что вы будете очень аккуратно передвигаться на своем любимом автомобиле. Дальше у нас классический, я очень люблю такой ручной тормоз. Это круто, потому что зайти в дрифт, это прям вообще на переднем приводе красотища. Скучаю по таким временам, но что делать? Прогресс не остановить. На данном месте у нас с вами располагается коробка передачи. Она может быть или механическая, или автоматическая. Напоминаю, что данные оба типа коробок, а у нас шести ступный яд, то есть шесть ступеней. То есть, можете легко взять и перевести коробку в механический режим. И дальше уже сами устанавливать, на какой передаче вы хотите передвигаться. Это актуально, когда вы заходите, так скажем, во внедорожный режим. Ну, он такой, скажем так, условно-механический режим. То есть, вы задаете, на какой скорости вы едете. И, в принципе, автомобиль, слушая вас, будет на этой скорости ехать. Но, правда, если вы не опустите, например, скорость максимально вниз, она не будет ехать на четвертой передаче, она все-таки сама переключится. И также, если вы задерете сильно обороты двигателя, то, следовательно, она тоже переключится на следующую передачу, потому что так называемая защита от дурака здесь присутствует. Зона, куда вы можете что-то положить, но телефон сюда я положить могу. Вот, правда, по ширине он не входит. Ну, а по длине, если положить, то будет примерно вот так. Две розетки на 12 вольт, по 180 ватт. И по центру у нас с вами USB-разъем. То есть, легко вставляете провод и дальше, или, например, USB-флешку. И здорово, что этот разъем с подсветкой. Да, то есть, в ночное время вы не ошибетесь и не промахнетесь. USB-разъем у нас появляется с комплектацией Active Plus, потому что через этот USB-разъем вы можете передавать информацию на мультимедийную систему. Но о нем мы поговорим чуть позже. Далее. Здесь у нас с вами, как видите, обычный классический ключ. Начиная с комплектации Elegance с пакетом Prestige, у нас с вами появляется бесключевое открытие автомобиля. Ну и, следовательно, бесключевым способом вы можете заводить свой автомобиль. Вот тут у нас, как видите, классический ключ. Вот. Движемся дальше. Здесь у нас блок, который отвечает за теплые опции. Давайте об этих теплых опциях отдельно и поговорим. Подогрев передних сидений у нас, начиная с комплектации Active Plus. Подогрев рулевого колеса появляется, когда у нас появляется кожаная плетка, то есть комплектация и комфорт, то есть комфорт и вылигаться. Подогрев зеркал доступен у нас, начиная с комплектации Active Plus. Подогрев лобового стекла и подогрев форсунок стеклоомывателя доступен для комплектации Elegance. Также он доступен для нашей комплектации Comfort вместе с пакетом Winter. Подогрев задних сидений, как я уже говорил, он доступен у нас для комплектации Elegance вместе с пакетом Prestige. Так что, если вы хотите, ваш автомобиль может быть максимально теплым. Кондиционер у нас идет, начиная с комплектации Active Plus, то есть, следовательно, в Active у нас не будет кондиционера. Начиная с комплектации Elegance у нас с вами появляется климат-контроль. Климат-контроль он также доступен для нашей комплектации Comfort, но вместе с пакетом Advanced. Вообще, отличие климат-контроля от кондиционера только в том, что климату-контролю вы устанавливаете ту температуру, которую вы хотите видеть внутри своего автомобиля. И она, следовательно, поддерживает эту температуру. А кондиционер вы устанавливаете ту температуру, какая должна исходить из этих дефлекторов. Ну и все, и следовательно, она с этой температурой вам, эту температуру вам и подает. Неважно, какая температура внутри. Так что, тут вы думаете, а там думает она. Вот. То есть, здесь вы можете выставить температуру, которая должна выходить из дефлекторов ну и следовательно скорость с какой это этот воздух должен выходить но и отрегулировать куда вы хотите чтобы воздух долго и так мультимедийная система комплектация актив ее не будет у вас будет подготовка под нее то есть у вас будет 4 динамика и антенна на крыше начиная с комплектации актив плюс у вас появляется мультимедийная система у вас появляется разъем usb для того чтобы передавать информацию с гаджета на мультимедийную систему и на руле появляется кнопка позволяющий ответить на звонок ну или следовательно положить трубку во время разговора вот это раз начиная с нашей комплектации комфортно и следовательно элеганс появляется вот такой вот 8-дюймовый экран то есть в рамках данного экрана вы можете подсоединить свой гаджет по протоколу bluetooth также как и в актив плюс мультимедийная система 8-дюймовый то есть у нас ей вы можете управлять с помощью touch то есть экран у нас активный вот ну и также у нас есть кнопки это очень здорово что вы можете легко поднять или опустить громкость или вообще выключить звук то есть вот нас ради медиа дальше вы прокручиваете так как вам нужно можете запрограммировать эту кнопку так как вам нужно то есть домашний дисплей включить выключить и сетап то есть настройки по вашему автомобилю звук подключенное устройство дисплей автоподсветка день-ночь выбираете яркость на какая должна быть синего цвета больше или меньше заставка цифровые часы аналоговые часы главный экран и самим экраном вы можете достаточно легко взаимодействовать вы можете легко отключить экран вновь его включить выйти в меню руководство домой то есть здесь вы можете настроить что вы хотите видеть перед своими глазами на то есть удерживаете и говорит я хочу здесь вид часы все теперь у вас здесь будут часы и пошла играть музыка которая поцелена по bluetooth и вот наше все меню то есть в рамках нашего всего меню мы можем посмотреть наш телефон android auto apple carplay руководство голосовые заметки то есть вы можете передвигаться и например что-то сохраните потом это что-то и я хочу помнить все то что я говорю и все дальше вы легко вы можете взять и прослушать говорю и кстати здесь сразу можно понять что очень хороший будет прием телефонных звонков то есть вас будет очень хорошо слышать потому что микрофон находится прямо над вами ну и также вы можете подсоединить свой телефон через android авто или apple carplay вот подсоединение происходит через провод то есть вы вставляете провод в в разъем вставляете провод в свой телефон и вот у вас произошла связь то есть вот наш android auto вот ну и все то есть что у нас такой android auto это по факту навигационная система которая скачена на ваш телефон вы можете здесь ее эту навигационную систему отображать то есть здесь у нас есть на навигатор яндекс google ну и тугис например навигация единственно что яндекс навигатор работает только если у вас подпиской яндекс есть также вас вы можете воспроизводить сюда музыку дастся youtube музыка яндекс музыка или из других классифайдов музыкальных которыми вы пользуетесь вот плюс данная система умеет читать сообщения то есть если они написаны текстом она воспроизведет их голосом вот такая вот интересная штука по навигации здесь следовательно все понятно то есть это выбираем какую-то маршрут построен и у нас ведет до данной улице как видите здесь мы можем с помощью touch взаимодействовать вы задавать маршрут но вот с экраном touch мы взаимодействует когда уже мы перешли у нас не получится чтобы нам показать перейти вновь установить какую-то точку промежуточную мы просто берем заходим именно в телефон в телефоне это промежуточную точку например устанавливаем да например через и все дальше мы едем вновь возвращаем сюда в навигацию и он нам показывает уже новый маршрут которым поставили через телефон так что такая вот удобная классная тема если говорить о google карта здесь значительно все проще в том плане что вы можете легко взаимодействовать с экраном с помощью touch то есть масштабировать двигать вот но опять же у гугла карт навигации есть свои нюансы и свои особенности если не хотите пользоваться навигационной системой в рамках android авто и apple carplay то в рамках пакета safety у вас будет навигационная система да я напоминаю что у нас начиная с комплектации комфорт то есть начиная с нашей комплектации появляются два дополнительных высокочастотных динамика вот до этого и было 4 а вот комфорт у нас 6 динамиков круиз-контроль на круиз-контроль вас не простой круиз-контроль у вас лимитатором или лимитером то есть на круиз-контроль вы можете установить скорость которая будете передвигаться и убрать ноги с педали газа да и реагировать только если вдруг нужно нажать на педаль тормоза вот единственно что чтобы сбросить этот режим вам уже два раза нажать на педаль газа ну то есть так скажем kick down и тогда данная система деактивируется мы или с помощью кнопок на рулево тоже можете и активировать вот так все может быть у вас минута субъективности хенда solaris первую очередь это надежный автомобиль проверенные годами множеством людей в годах вот так то есть его очень много в нашей жизни его очень много нашей жизни с разными двигателями с разными коробками и следовательно я считаю что данный автомобиль нужен для тех кто хочет надежным но надежную машину кто не хочет думать о том что да какой у меня необычный редкий автомобиль и исследователей необычно редкий сервис а здесь вот эта машина часто встречается на дорогах следовательно легко сможете найти didnary запчасти если вдруг они вам потребуются вот хотя я не думаю что такое потребуется это раз второе это автомобиль который может быть разной в зависимости от той комплектации которые вы выберете хотите чтобы вас был подогрев хотите лобового форсунок зеркал заднего во второго ряда сидений то есть он был быть максимально теплый он может быть максимально укомплектованно и бесключевое открытие бесключевой старт-стоп вот все это может быть у вас опять в зависимости от комплектации так что если вам это все нужно берите покупайте если вам это не нужно берите то что вам нужно следовательно выбор есть а выбор это важно то есть у нас надежный автомобиль с возможностью выбирать по уместительности на этом мы вы поняли что на втором ряду сидений можно сидеть но не будем ростом 190 плюс чтобы я сюда добавил в комплектацию комфорт точно это подлокотник потому что мне его не хватает в остальном отличная светодиодная оптика рефлекторного типа который может заглядывать в поворот и вот подлокотника и я бы сказал да все больше здесь мне ничего не нужно хотя нет вру мне бы хотелось кнопку старт-стоп так что наверное элеганса это мой вариант с комплектации престиж с пакетом престиж вот так что выбирайте и покупайте свой автомобиль hyundai solaris с покупкой вас